Итак, доброе утро, дорогие друзья. Все, мы начинаем урок. Мы начинаем урок по книге Мишлей. Давайте все собираемся. Пока собираются все участники, я открываю как раз. Как раз я открываю. Сегодня мы будем изучать с девятого отрывка. С девятого отрывка будем сейчас продвигаться вперед. Олег Марголин. Шалом. Яков Шатанин. Шалом. Отлично все, двигаемся. Изучаем Мишлей. Притчи царя. Яков Сегал. Шалом, Яков. Как дела? Видишь, молодец. В Израиле женился. Врач. Влад Косов. Шалом. Все. Отлично. Значит, мы продолжаем изучать книгу притчи, которую написал царь Шломо. Шломо его звали в оригинале. Известен он в истории больше под именем Соломон, потому что греки, которые популяризировали, можно сказать, еврейскую древнюю мудрость, перевели, когда они Тору на греческий язык. Септудианто назывался этот перевод. 70 еврейских мудрецов в разных комнатах переводили Тору на греческий язык. И они прямо изменили в нескольких местах. Именно все изменили в одних и тех же местах. То есть, это был у них Руаха Койдыш. Но интересно, что этот день, этот, скоро он, кстати, наступает. Этот день, когда перевели Тору на греческий язык. Этот день, это Птаремей перевел. Знаете, когда он наступит? Сейчас я вам скажу. Значит, этот день наступит... Сейчас, сейчас, секундочку. Еврестии, праздники. Так, что-то у меня он не высвечивается. А вот, сейчас, сейчас. Он, это будет ТВ, 10 ТВ, это будет 7 декабря. 7 января. 7 января. Так интересно, это будет 7 января. И очень интересная такая информация. Вот сейчас вы очень удивитесь. Что день, когда перевели Тору на греческий язык, евреи Александрии, их мудрецы тогда, да, это переводили как раз в Птаремей, там вот это вот после Александра Матидонского разделилась его империя на несколько частей. Это Птаремей были, цари они сидели в Египте. Так, евреи, которые жили в Египте, и они праздновали этот день, 10 ТВ, это день перевода Торы, сделали праздником на греческий язык. А евреи Иерусалима сделали этот день днем поста. Это стало днем поста. И с тех пор у нас это день поста, когда перевели Тору на греческий язык. Но я слышал, когда-то это рассказывал Раф Гольдшмидт, Раф Пинкас Гольдшмидт, он давал этому очень красивое объяснение. Он говорит, нам это непонятно, да, с одной стороны, Тора, знание, божественное знание стало доступно миру, да, то есть это было больше, чем 2000 лет назад, потому что, значит, 2000 лет назад возникло христианство, но к тому времени уже была переведена Тора на греческий язык. Так вот, он объясняет, почему это так. Говорит, если мы посмотрим, то в Германии в 1800 году каком-то, да, был такой, его звали Мойше Мендельсон. Он был еврей, религиозный еврей, но он выступил с таким лозунгом, что будь евреем дома, а немцам на улице. И он перевел Тору на немецкий язык. И с него, с Мендельсона, с этого началось отход евреев от Торы, от заповедей, и буквально через уже следующее поколение его дети приняли христианство, внуки вообще были уже непонятно тем, и потом пошло, сразу пошло, а Бог же не дает, то есть Бог, он выделил еврейский народ и назначил его народом священников. И он говорит, если вы со своей миссией будете уходить и попытаетесь смешаться с другими народами, да, раствориться, то я вас опять соберу. И получается, евреи в 1830 каком-то году, вот эти реформисты, они приняли в Нюрнберге законы, что мы отменяем Тору, мы отменяем заповеди, мы отменяем евреи, могут со всеми жениться, то есть они как бы отменили все. Наш Иерусалим Берлин, они сказали. А потом в Нюрнберге же немцы приняли Нюрнбергские законы, сказали, с евреями нельзя жениться, с евреями нельзя соединяться и так далее. То есть их вытеснули. Там, где евреи хотели больше всего слиться с немцами, там же потом немцы евреев как раз и наоборот оттолкнули. В общем, так жестко оттолкнули, убивали. Теперь, но, примерно в то же самое время, был такой Рафшимшан Рафаэль Гирш. И он тоже перевел Тору на немецкий язык. Но, если мы этого Мендельсона, там, считаем злодеем, проклинаем, и, ну, не проклинаем, считаем злодеем, да, его, то есть он сделал поступок злодея, то есть он евреев удалил от Торы своим переводом, то Рафшимшан Рафаэль Гирш, он тоже сделал перевод Торы на немецкий язык. Но его целью было вернуть евреев к Торе. То есть те, которые уже были отдалены, которые знали только немецкие, он хотел их вернуть к Торе. Получается, что одно и то же действие, в зависимости от наполнения, от намерения, оно может быть как хорошим, так и плохим. Поэтому евреи, евреи, Александрии, они радовались, потому что они были уже далеко от Торы, и они, они как бы видели в этом возможность приблизиться к Торе. Те евреи, которые жили в Иерусалиме, которые знали еврит, они видели в этом переводе возможность для тех евреев, которые не знают гречески, приблизиться к греческой культуре. То есть получается, что весь вопрос, одно и то же действие, в зависимости от намерения, которое в него заложено, оно может быть как преступлением, так и заповедью. И тоже есть известная метафора на это, что как-то в Рошашана есть такой, такой как обычай, ташлих это называется, что идут к воде и как вытрушивают полы своей одежды, чтобы сбрасывают грехи. И как-то один, один такой праведник, цадик, он стоял и вытрушивал одежду, а сзади подошел человек и как будто бы начал их собирать. А тот ему говорит, ты что делаешь? Он говорит, ваши грехи, это для меня, дай Бог, никогда не будут эти заповеди делать. То, что для цадика, для праведника считается на его уровне грехом, то для человека, который начинающий, это может быть там супер, мега достижением. А чтобы разобраться, где достижение, где недостижение, для этого у нас есть только одна возможность, знать, изучать Тору, чтобы понять суть вещей. И мы продолжаем изучать первую главу книги Мишли, притчи царя Соломона. И сейчас у нас, мы находимся на девятом отрывке. Значит, восьмой отрывок, нам сказал царь Соломон, чтобы мы слушали, он сказал, шмабни, мусара виха, слушай, сын, наставление, мусар это нравственное наставление отца твоего, вальти тоже метура темеха, и не отклоняйся от Торы твоей мамы. Значит, мы уже разобрали, что папа наставляет, и он как наставляет, исправляет, то есть влияние отца, оно более такое жесткое. Тора темеха, Тора матери твоей, это Тора хесет, это Тора милосердия, учение милосердия, и это добро, это более мягкое. Женщины более мягкие, мужчины более жесткие, это как бы понятно. Теперь он объясняет дальше, почему надо изучать Тору. Он говорит, телевьят хен эм лерушеха. Он говорит, левьят хен, это украшение, такое как венок для головы. Ванатим ле гаргоратеха, и, значит, украшение для шеи твоей. Ну, непонятно. Вот если просто бы мы читали, учи Тору, почему? А не венок на голову твою, а не украшение, браслет на шею твою. Ну, как понять, при чем тут, мне не нужен браслет на шею вообще. Даже если бы мне деньги платили, я бы не носил, ну, может, за деньги бы какие-то серьезные, носил бы браслет на шею, но вряд ли, вряд ли. Почему браслет на шеи, здесь пишет царь Соломон, что слова Торы, венок на голове твоей, и украшение на горле твою. Это метафора, которая была понятна мудрецам, но непонятна нам. Теперь давайте в нее глубже войдем. Венок на голове, это мысли, это мысли человека. То есть, человек все время, его голова заполнена мыслями. И на сегодня, на сегодня, вот откуда мы берем мысли, которыми заполнена голова? Если раньше люди читали, раньше человек брал книжку и читал книжку, да, какого-нибудь писателя, там, Толстого, например, Толстого или Достоевского. Значит, вот в детстве мне подсунули книжки и Толстого, и Достоевского. Я Толстого не помню, что он конкретно писал, а Достоевский мне запомнился, преступление и наказание. Я, когда эту книгу брал в руки, я думал, что это детектив. А это была история о том, как студент, он размышлял над тем, убить ему старушку или не убить ему старушку. И зачем мне эти мысли в голове? То есть, я не собирался до этого момента убивать старушек. Вообще не собирался. У меня не было мысли ни одной, зарубить старушку в голове. Я даже понятия не имел, что можно взять топор и зарубить старушку, если у тебя нет денег. Теперь, но после того, как я прочитал Достоевского, я задумался на эту тему. Получается, что Достоевский своим преступлением и наказанием, он мне в голову поселил мысли абсолютно некрасивые про старушку, про топора, про студента, про всякие такие непонятные вещи, которые мне на то время, 13-летнему подростку, абсолютно были не нужны. Теперь, но Тора, которую мы изучаем, она становится как венец на голове. Она дает те мысли, которые являются мыслями Бога. То есть, Бог, он создавая мир, он создал Тору и передавая Тору через пророков, он, как бы, он входит. То есть, это интерфейс, это возможность, это возможность соединиться с Богом через мысли, которые мы изучаем из Торы. Поэтому царь Соломон нам сказал, что он говорит, это прекрасный венец, они на твоей голове. Интересно, что именно вчера, именно вчера я смотрел один там фильм научный BBC про память. И там была такая фраза, что ребенок, он до того, как начал говорить, он не помнит, что с ним происходило. То есть, вот первые годы детские, они стираются с памяти. Почему? Потому что нет зацепок, нет слов. То есть, сами картинки, они не запоминаются. Только когда у человека появляется речь, у него начинает внутри формироваться память, которая связана с годами, с событиями, с людьми и так далее. То есть, память, она очень сильно связана с развитием речи. И, в принципе, человек начинается с того момента, как он начинает говорить. То есть, у нас, когда мы размышляем, думаем, планируем, ставим цели, описываем себя, описываем свое состояние, только в этот момент и есть жизнь. Жизнь, она начинается в момент, когда начинаются слова. Если бы не было слов, которые определяют предметы, определяют чувства, определяют мысли, определяют состояние, то не было бы ничего. Поэтому Тора, она как мысли, как прекрасный венок на мышлении твоем и как украшение на горле твоем. То есть, очень важно, что ты произносишь. Дальше мы будем изучать, что жизнь и смерть на кончике языка. Что то, как, например, царь Давид еще, это было до царя Соломона в Псалмах, он говорил, что «Ми аиш ахапетс хаим». Кто говорит? Человек, который жаждет жизни. «Оэв я мам леров тоф». Лерот тоф. Тот, кто все свои дни видит добро. То есть, жаждущий жизни видит добро. Кто хочет жить именно по-настоящему, значит, а как это достигнуть? И он дает рецепт. «Нецор лешунха мира». Останови свой язык от зла. «Вес фасейка губы свои». «Мидабер мирма». И губы произносить обман. «Сур мира». Отодвинься от зла. «Веусетов». И делай добро. «Радев шалом». «Оэв шалом вератвеу». Люби мир и гони за миром. За шаломом. За шламутом, за совершенством. Теперь мы видим, что как бы главное в человеке то, на чем стоит работать, это мысли. И потом это слова, которыми ты эти мысли формулируешь и произносишь. То есть, мысли это более виртуальная реальность такая. Слова это уже произнесенные слова. Это уже более такая прям сила такая, мощь. То, что ты вслух произносишь, это уже имеет совершенно другой статус. Поэтому, поэтому, практически вывод из этого, когда ты молишься или делаешь чуву, раскаиваешься, то, что ты говоришь, должно быть произнесено шепотом хотя бы. То есть, во время молитвы нельзя читать молитву про себя. Вот, многие делают эту ошибку, они, например, читают молитву Беркат Амазон, благословение после еды. И они вот так вот сидят и глазами читают. Это не считается. Есть в этом, в Талмуде есть спор. Слова, которые в голове, слова или не слова. То есть, считается это, ну, как бы, сила в них есть или нету. И этот спор, там много прям ведется размышлений на этот счет. И в итоге Талмуд говорит дворим шебелев эна дворим. Слова в сердце не слова. Они не считаются. То есть, если я про себя скажу, например, женщине, что ты мне посвящаешься, там, ну, это не произойдет свадьба. Нужно сказать вслух. Понятно? Теперь, значит, поэтому молитвы нужно произносить вслух, но если вы молитесь там, где есть другие люди, то это должно быть шепотом-шепотом. То есть, прям таким, чтобы вы себя слышали, сами себя, а но другие люди не должны вас слышать. Потому что, когда во время молитвы кто-то начинает громко молиться, это мешает. Это мешает другим людям и не стоит громко молиться, а про себя нужно. Хорошо. Десятый отрывок. И десятый отрывок начинается обучение, обучение Тори. То есть, ведется, как бы, это повествование от лица отца, который обучает сына. То есть, здесь мы можем эту аллегорию продлить. Бог, это отец, он обучает тот, кто слышит его голос, тот его сын. Кто не слышит, тот не сын. И царь Соломон, который слышал голос Бога, он для Бога сын. Тот, кто вообще слушает, сыновья, это те, кто слышат, те, кто слушают. И к Богу можно относиться, есть молитва в Роша Шана, когда мы говорим в Йом-Кипур, когда мы говорим, или мы как Баним, или мы как сыновья, или как Авадим, или как рабы. И вот этот вот выбор, ты служишь Богу или как раб, который не должен служить, но обязан, боится, если он не будет служить, что его накажут, или как сын, который хочет, и который радостно служит Богу, это вот выбор, выбор варианта служения. Есть, которые не хотят служить, это как беглый сын, и как беглый раб, это всегда плохо заканчивается. Но тот, кто служит Богу, как сын, или как раб, естественно, что лучше служить как сын, и получать радость от своего служения, чем как раб, который служит и не получает радость. Так вот, идет повествование от имени отца к сыну, и он ему говорит, бни, 10-й отрывок, говорит Бог нам, а ты как отец, он говорит, бни, сынок, им ифатуха хатаим альтове. Он сразу говорит, что, вот это очень интересно, да, как в Торе, в начале письменной Торе, Торе в главе Брейшит, говорится, что сердце человека злое от рождения, то есть есть вот это инстинктивное животное начало. Также здесь царь Соломон, он сразу же, сразу предупреждает, 10-й отрывок, сынок, он говорит, бни, сын мой, им ифатуха хатаим, если тебя будут совращать грешники, если будут тебя совращать грешники, альтовы, не соглашайся, не хоти, дословно, то вы это, не хоти идти к ним. Значит, так устроен человек, что его злое начало, оно появляется сразу, как он вылазит из матери, даже у него в животе уже, ребенок в животе у матери, он уже, он уже как бы такое маленькое, но пока он еще час матери, но как только он выходит, он становится отдельный такой кусок жизни, да, это маленькое животное, запрограммированное на выживание, то есть у него есть все программы, а внутри есть божественная душа, такой луч чистого света, божественная душа, и они вместе соединены. Дальше у него все первые годы, у него развивается это животное, и главное, главное для ребенка слово в этом мире, какое? Хочу и дай. И для него нет никаких принципов, что это твое, не твое, все мое. Что значит, ребенку попробуй объяснить, что это не его, он не понимает, как это, кто вот эти придумал вещи принадлежности, да, почему эта игрушка его, но она вот лежит, вот она лежит, я ее взял, она моя, он ее взял, она его. То есть ребенок не понимает, что есть вот эти все законы, купил, продал, принадлежность и так далее. У ребенка главное слово хочу, дай, все мое. Значит, попробуй ему объяснить, что есть порядок и так далее. И этим занимаются все первые годы жизни, его ребенка приучают к тому, что ты должен делать не то, что ты хочешь, а то, что надо. Его на это дрессируют, его дрессируют, чтобы он мог сам свое животное, вот это вот внутреннее, укращать, потому что если его не укращать, то оно будет все время вести его конфеты, все, буду есть конфеты. Ему говорят, нет, ты должен знать, что это вредно. Если ты будешь делать то, что ты хочешь, это вкусно, но ты должен знать, что у тебя будут болеть потом зубы, это вредно. Ну и так далее, много хочешь, мало получишь. Его начинают дрессировать, чтобы он свое желание научился ограничивать. А как ограничивать? Кто установил эти правила? И потом ему дают правила, ему дают правила, значит, Тора это правила, что можно кушать, что нельзя, когда вставать, когда ложиться. Йом-ки-пур вообще кушать нельзя 24 часа. А, например, Песах нужно кушать мацу. Ему начинают объяснять правила поведения в этом мире. Он спрашивает ребенок, кто установил эти правила? Ему говорят, Бог установил эти правила. На горе Синай, 3300 лет назад, он дал через Моше Рабейну, дал Тору. И первые слова, которые мучают еврейских детей, пока они еще очень маленькие, вообще вот он еще не разговаривает, я помню, вот маленький лежит ребенок, и ты ему говоришь каждый день, Тора цива лану Моше, Тору приказал нам Моше, Морошати лад Якова. Это первые слова, наследие общины Якова. И дальше ему прям Тора цива лану Моше, Тору приказал нам Моше, Морошати лад Яков, Шма и Сраэль, Ашем и Лакейну, Ашем и Ход. И ребенка начинаешь давать ему вот этот интерфейс общения с Богом. Даешь ему этот интерфейс общения с Богом, ему 13 лет, военный обязанный, обязан так жить. Если он не религиозная семья, ему дают какой-то другой интерфейс. Ты должен учиться, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Чистит зубы по утрам, там, дети пейте молоко, будете здоровы. То есть ему все равно дают какие-то схемы. И он должен починить свое хочу вот этим вот схемам. Понятно. Теперь ему уже 13 лет, по Торе он военно обязанный. Но еще Бог даже с него не спрашивает до 20. Потому что Бог знает, что до 20 лет человек не может еще управлять собой. Вот так вот он подросток. Этот возраст называется в Израиле дильтипешистре. То есть до 20, интересно, это такая интересная фраза, что возраст до 20 называется, ну, как бы, не дурачок, типэш это дурак, ну, глупый. А эсре это окончание как 19. Ну, вот это вот окончание цифр до 19. 18, 17, 16. Так вот, вот этот возраст до 20 называется типэшэстре. Типэшэстре когда-то еще глупый. И получается, что Бог знает, что человек еще до 20, он глупый. Он ему копит, но он уже обязан выполнять заповеди. То есть 13 лет он уже обязан, но он еще глупый. И до 20 ему копится, копится все его неправильные действия, записывается, записывается, но нет за них никакого наказания. В 20 лет он уже должен понимать, что он делает. И или он делает шуву, раскаивается в том, что он делал неправильно, и начинает жить правильно, или с него, значит, как условно, знаете, есть условный срок. Когда человеку дали срок, но говорят, если ты еще одно преступление совершишь, тогда мы с тебя и за то будем судить, и добавим срок за это. Но пока мы тебе срок дали, но еще не посадим. Если не совершишь преступление, он тебе стирается. Если совершишь преступление, тебе два срока пойдет. Вот это то же самое, что включается в 20 лет. Теперь получается, что... Есть в 10 отрывке сказал царь Соломон, «Сынок, если будут тебя совращать грешники, аль того, не охоти». То есть у человека внутри есть вот это вот животное, которое его совращает всю его жизнь, пока он жив, то как в старости оно становится слабее. Это его внутреннее животное. Но его держит со стороны система, которую ему дали родители, если они были религиозными, что можно делать, что нельзя. Но тут появляются грешники. Приходит Карл Маркс и говорит, не верь. Я тебе, у меня, смотри, борода какая. У Равина борода, у меня борода. Я тебе говорю, не верь, верь мне. Я тебе рассказываю, как жить. Приходит Фрейд и говорит, не, вообще не верь никому. И Карлу Марксу не верь, и этим не верь. Видишь, у меня сигара вот такая, и очки. Я Фрейд, я тебе сейчас все расскажу. И у человека, его внутреннее животное, вдруг получает теоретическое обоснование, что оказывается, это можно все. Это зря говорили, что нельзя. Можно. Вот то, что я хочу, оно и можно. И в этот момент человек начинает грешить. И первое, с чего начинает царь Соломон, он говорит, если будут тебя совращать грешники, не верь. Но Юваль Харари гомосексуалист, поэтому вся его книга прошита его идеологией гомосексуализма, которую он должен разрешить себе и, как следствие, всем. И отсюда идут эти парады гордости, когда они стараются вот свою идеологию, им страшно, им реально страшно, и они поэтому думают, ага, но если все будут верить, как мы, тогда мы не грешники, тогда все отлично. И они меняют местами добро и зло. Бог запретил менять местами добро и зло, поэтому если вот написано, что это нельзя делать, значит нельзя делать. Если человек делает, он должен знать, что он грешит. И Бог, он всех любит, и возможно, что Бог, поняв его такое вот сложное положение, он не может, например, с женщинами, он должен только с мужчинами. Бог, возможно, с ним каким-то образом ему там зачтет это. Но если он совращает других, если он идет и заставляет детей в школах это делать, то он преступник. И парады гордости это преступление, это не парады гордости, это попытка навязать новый стандарт, которого не было на протяжении истории в человечестве. Понятная идея, да? Поэтому царь Соломон нас предупредил. Если будут тебя грешники совращать, вот если будут Оксана Павликова вас грешники совращать, не соглашайся. То есть, все в Торе написано, что можно делать, что нельзя. И Олегу Ярошенко тоже стоит опасаться. Не ходите и не слушайте парады гордости, никто. Все, давайте подведем итог к сегодняшнему уроку. Значит, у человека в любом случае есть слова, которые он слышит, или он слышит слова, которые являются украшением его головы, или он голову заполняет каким-то мусором. Есть то, что выходит из него, и или это слова, украшения, красивые слова, или же это слова, которые портят ему жизнь и другим людям злоязычия. И дальше предупредил на царь Соломон, что есть носители идеологии. Если он грешник, его слушать нельзя, потому что его идеология, она будет тебя совращать. Он сразу предупреждает, не будьте наивными. Все, дорогие друзья, шаббат, шалом, шаббат, шалом, и есть очень сейчас интересные недельные главы. К ним суперинтересные комментарии. У нас сейчас есть прямо уроки, уже с 7 утра начинается, есть урок Йомтов Шафутинский. У него имя какое красивое, Йомтов, хороший день. День добрый его зовут. Как тебя зовут? День добрый, Йомтов, день добрый Шафутинский, как певца. Только певец пел, я вышел родом из еврейского квартала Шафутинский пел, я был за час, он пел, представляете, человек поет песню, за 3 рубля на чердоте. И это ужас, что я в детстве слушал вместо Эшет Хаэль вот эти песни Шафутинского. А у нас сейчас есть уроки, Йомтов Шафутинский с утра, уроки Торы, недельные главы, очень красивые вообще слова Торы, пусть они будут украшением наших мыслей на голове и выходят изо рта. Шаббат, шалом, всем хорошего дня. Воскресенье, воскресенье, я постараюсь провести урок, я буду в Одессе, в Одессе проводить тренинг, я не помню во сколько, если я не смогу, мы попросим Эйтана, чтобы он провел тренинг в воскресенье, но скорее всего буду я. Все, удачи, всем успехов, шаббат, шалом. Напишите выводы свои, обязательно напишите свои выводы и поделитесь уроком с друзьями, чтобы они тоже не ходили на парады гордости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!